Самое классное, что связано с Европой, можно выразить одним словом – вода. Представьте себе все количество воды на Земле и умножьте это на два. Именно столько, по нашему мнению, находится на Европе. Нам нужно отправиться туда, чтобы исследовать и понять, является ли это место обитаемой средой, которая может поддерживать жизнь. Но добраться до Европы – это большая задача. Спутник расположен в самой неблагоприятной радиационной среде Юпитера. Европа – это спутник Юпитера, по размеру сопоставимый с Луной, у которого есть ледяная поверхность, под которой, вероятно, находится целый океан. Ученые считают, что у Европы есть ключевые компоненты, которые могут поддерживать жизнь, как мы ее знаем. Первое – это вода. Второе – энергия. И третье – важные химические строительные блоки. Впервые мы отправляем космический аппарат, полностью посвященный изучению этого спутника. Три основные вещи, которые мы будем изучать на Европе – это лед, океан и их взаимодействие. Мы исследуем химический состав спутника, его геологию и его активность в настоящее время. Клипер Европа – это не экспедиция по поиску жизни. Мы собираемся понять саму возможность обитаемости Европы. На космическом аппарате установлено 9 приборов и гравитационная научная установка. Пять из этих приборов, такие как камера или спектрометр, дистанционные. Они получают свет, отраженный от Европы. Остальные четыре прибора измеряют окружающую среду, нюхая газы или пыль. Клипер Европа – это самый крупный космический аппарат, который НАСА когда-либо строило для планетарной миссии. Он весит 6,5 тонн. Это примерно размер большого африканского слона. А солнечные панели просто огромны. Если установить их у основания Статуи Свободы, другой конец панели достиг бы ее короны. Они не только большие, это настоящие технологические чудеса. Панели постоянно подвергаются воздействию излучения и должны выдержать его на протяжении всей экспедиции. Радиационная среда Юпитера невероятно интенсивна. Европа расположена в ее самой неблагоприятной части. Юпитер действует как гигантский ускоритель частиц. В его атмосфере находятся заряженные частицы, которые вращаются вместе с ним. Эти частицы сталкиваются с Европой и, значит, будут сталкиваться и с нашим космическим аппаратом. Мы защищаем космический аппарат двумя основными способами. Во-первых, мы минимизируем время, проведенное в радиационной зоне, поэтому мы будем выходить на орбиту Юпитера и лишь совершать пролеты мимо Европы. Во-вторых, мы защищаем электронику, размещая ее в специальном защитном отсеке, сделанном из алюминия толщиной около трети дюйма, чтобы уберечь наиболее чувствительные компоненты. При каждом пролете мимо Европы космический аппарат будет подвергаться воздействию радиации, эквивалентному миллионам рентгеновских снимков грудной клетки, просто во время пролета. Путешествие от Земли до Юпитера довольно долгое, но с точки зрения планетарных масштабов все не так уж и плохо. От запуска до прибытия на Юпитер проходят около пяти с половиной лет. По пути у нас будут пролеты мимо Марса и Земли, чтобы использовать гравитационные маневры, которые помогут ускорить космический аппарат и направить его к Юпитеру. Я надеюсь, что будущие исследователи, которые смотрят это дома, вынесут из этого важный урок о том, что человечество, объединившись, может достичь по-настоящему невероятных целей. Эта миссия была в разработке долгое время, и мы невероятно взволнованы тем, что увидим, когда наконец доберемся туда. Мы живем в золотую эру роботизированных космических исследований. Как можно не быть в восторге от такого настолько монументального? Меня больше всего вдохновляет возможность раскрыть секреты Европы, по-настоящему понять этот удивительный мир, который, вероятно, существовал в таком состоянии около 4 миллиардов лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...